Более 2,5 миллионов евро на развитие оленеводства. Сразу три хозяйства округа получат финансовую поддержку в рамках программы приграничного сотрудничества «Каларктик». Ведущим партнером ненецких СПК станут финские компании. Конечным результатом совместных проектов должен стать экспорт высококачественной продукции за пределы Российской Федерации. Об этом на расширенном совещании сообщил руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Павел Рахмелевич. Сразу два проекта ненецкого округа получат гранты программы «Каларктик». Один из проектов приграничного сотрудничества будет реализован на базе современного убойного пункта СПК Путилиича, недалеко от поселка Харьягинский. На развитие хозяйства будет направлено порядка 2 миллионов евро, сказал Павел Рахмелевич. Это проект по переработке пищевого сырья. С ведущим партнером от Финляндии компания «Нордконсалтинг» и от ненецкого округа – это СПК Путилиича. Так что данного проекта возможно будет оснастить убойный пункт СПК Путилиича и повысить качество продукции. Второй проект «Оленье мясо. Высокое качество» с финансированием порядка 700 тысяч евро будет реализован на базе хозяйств Харпи и Ижемский оленевод. Оба проекта направлены на повышение качества продукции и ее дальнейший экспорт за пределы Российской Федерации. Возможность выхода на рынки соседних стран высоко оценил глава региона Александр Цибульский, пожелав хозяйством использовать эту уникальную возможность для развития. Говоря о результатах приграничного сотрудничества в рамках программы «Коларктик» Александр Цибульский не обошел стороной проект по установке ветрогенераторов в Амдрме. На его реализацию выделялось более 700 тысяч евро. О его эффективности и значимости говорили на федеральном уровне. Однако ожидаемого эффекта так и не случилось. В Амдрме этот проект практически не работает. Это преступление, то, что там сделано. Более того, 150 тысяч евро, которые непонятно куда пропали со счетов некоммерческой организации. Я попрошу, если можно, представителей силового блока, кто у нас присутствует здесь, посмотрите, пожалуйста, на этот проект, потому что, мне кажется, нам надо в нем разобраться. Это очень серьезные имиджевые потери, которые мы понесем в том числе на федеральном уровне. От грантов «Коларктик» к вопросам доходов и расходов. Бюджет Неницкого округа исполняется с текущим профицитом порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. При годовом плане дефицита 1,9 миллиардов. Об этом сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Финансовую разницу от превышения доходов над расходами планируется направить на погашение государственного долга Неницкого округа, отметил Александр Цибульский. Его размер на сегодня составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Будет возможность, наверное, нам на конец года сократить и государственный долг, который у нас есть, что крайне важно. И это нам серьезно сэкономит в следующем году бюджетные расходы на его обслуживание. По информации Татьяны Лагвиненко, обслуживание государственного долга в текущем году обошлось бюджету Неницкого округа в 270 миллионов рублей, или 2% от расходов бюджета.